Женщина должна начать культивировать в себе женственность постепенно. В результате этого культивирования мужчина становится к ней снисходительной. Она говорит, я хочу работать меньше, я хочу больше заниматься семьёй. Если она, как говорит, 150 раз, очень нежно, хуже, то у нас тоже 51-й начинает чесать репу и думать, наверное, надо и меньше работать. Приходит в голову мужчины постепенно. Со временем. Но надо проявлять энергию любви для этого, чтобы объяснить мужу. Потому что чем больше женщина работает, формулу математику изучаем, чем больше женщина работает, тем меньше шансов зачать, выносить, выносить. И родить нормально, без этих всех там харахири. нормального ребёнка, ещё кто-то может понимать, нормального ребёнка. Не вот такого вот, а нормального. Вот эти все вещи зависят в основном от того, какова у женщины жизнь, какую жизнь она себе устроила. Итак, первое, что нужно понять, нужны отношения, которые без Бога не бывают. Второе, что нужно понять, нужно здоровье для зачатия. Здоровье означает связь с природой, не связь с девятым этажом. Выше третьего этажа жить очень неблагоприятно для того, чтобы зачинать и вынашивать ребёнка. Чем дальше от земли, тем меньше шансов нормальной работы гормональных функций. Это не значит, что надо сматываться из квартиры, продавать её срочно. Ещё хуже будет. Потому что для женщины, для зачатия и вынашивания, также нужно спокойствие. Спокойная жизнь должна быть. Поэтому на тонком плане общайтесь с землёй. Тазик с землёй ставьте под ноги. Всегда себе ноги в землю. Я серьёзно говорю. Цветочков побольше в квартире. Молочко надо пить. Потому что когда женщина пьёт молоко и молочные продукты ест, корова даёт ей женскую энергию. Это очень важно знать, что женщина также может посредством контакта с животными может достичь силы, способности иметь женские функции нормальной работы. Потому что у коровы гормональная энергия, у животных энергия гормональная работает в десятки раз сильнее, чем у человека. Когда женщина свежей корове молоко пьёт сливки каждый день. Молоко надо пить утром, рано утром, поздно вечером. Утром можно холодное, вечером лучше горячее с мёдом. Если не усваивается лактоза, то у вас? Примите руку женщину, у которой не усваивается лактоза в этом зале. Не, не, бывает так, что не усваивается. Значит, не надо этого делать. Это редко бывает у женщин. В основном женский организм приспособлен для того, чтобы иметь дело с молоком. И надо иметь с ним дело, понимаете? Это очень важно больше молока и молочных продуктов в жизни женщин. Даёшь молоко и молочные продукты. Если из магазина, значит, надо изучать. Потому что в магазине, допустим, есть пастеризованное молоко. Оно лучше, чем пакетное. Даже если пакетное пить, это лучше, чем вообще не пить молоко. А как понять, нужен тебе ребёнок или нет? Может, ваш союз это тот самый Ленин Курска? Нужен. Ребёнок нужен всегда. Как это понять? Понять через духовную жизнь в семье. А если мужчина не хочет ребёнка? А если мужчина хочет ребёнка, это желание передаётся от женщины. Как результат её правильной жизни в семье. У вас очень много сил идёт на работу. Конечно, наоборот. И вы в семье строите деловые отношения с мужем. Вам надо строить любовные отношения с ним. И правда, я не буду трачивать отношения. Нет? Вы хорошие. Победа. Вы не про себя вопрос задали? Нет. Если вы пришли на лекцию, вы должны готовы слушать лекцию в отношении к вам. Это не просто сделать, но это можно делать. Я чувствую вашу семью, вашу жизнь. Вы уже начали это делать, но ещё и недостаточно. Надо дальше прилагать усилия. Когда женщина прилагает правильные усилия в семейной жизни, сердце мужа становится по отношению к ней мягким, как к маслу. Чуть-чуть нагрели, и масло стало жидким. Так оно твёрдое. Мужчина крепкий, такой решительный. Достигает всего в жизни. У него есть твёрдость внутри. Но когда женщина ласково с ним обращается, он готов на всё перед ней. Означает, что она растопила его сердце, свою любовь. Какой бы мужчина ни был серьёзный и влиятельный, если женщина ведёт правильную жизнь как женщина, она всё равно растапливает его сердце по отношению к себе. И он принимает то, что нужно принять для того, чтобы семья была счастливой. Это приходит через женщину к нему, как знание от человека, которому он доверяет.